Всем добрый день, с вами Айден, и вы знаете, у меня ощущение, что меня просто прокляли на сайте Авито, потому что каждый раз я встреваю там в какие-то непонятные ситуации, меня пытаются обмануть, и меня обманывают, и я просто уже думаю, наверное, мне не стоит что-то покупать с рук, потому что меня опять обманули, и обманула девочка, которая младше меня на год, обманула меня аж на целую тысячу рублей, ну ладно, там на 800 рублей мы договорились, я сторговался. Короче, в чем ситуация, я вам рассказываю, я просто, вы должны это выслушать и поставить лайк, потому что это не, ну это вообще глупая ситуация, потому что я тоже лох. Смотрите, есть у меня телефон, я слушаю музыку иногда, иногда это конкретно в спортзале, потому что, ну типа скучно просто так там железки тягать, я иногда хожу в спортзал, а слушать музыку типа вот так вот, тем более вы сами понимаете, какая у меня музыка. Я грубиян, сексистый хам, злилась, в меня влюбилась, корона. Пользуюсь наушниками, пользовался до недавнего времени, пока эти наушники, которые стандартные эппловские с лайтинг-коннектором, я не просрал, вернее я их не оставил просто в раздевалке, когда не все вещи сложил в свою сумку. И на следующий день я думал, что уборщица мне их вернет, потому что вряд ли кто-то в раздевалке хорошего физкультурного клуба, где люди платят большие деньги, чтобы туда ходить, украдут эти наушники. Их дадут, наверное, уборщице, и потом я у нее, я часто так плавки свои забираю уборщице, я просто прихожу, говорю, мои плавочки красненькие, как стринги примерно, и она мне их отдает. Вот эта ситуация, она вообще дико неприятная, наушников не оказалось, и я стал искать замену, как бы покупать там какие-то мне не хотелось, уж слишком дешманские в магазинах, и поэтому я решил воспользоваться Авито. Это такой сервис, где можно искать эти бушные вещи, я думал, может кто-нибудь оригинальный лайтник наушники продает. Я искал по Авито, потом искал на Юле, и вот на Юле как раз-таки я нашел одно интересное объявление, это было Александра Беннека, я ей пишу, знаете, значит, отдадите вы мне за 600 рублей, а за 600 мне не отдадут, сказал, что отдам за 800, если завтра приедете, я такой, типа, отлично, куда подъезжать за 800 рублей, написано в объявлении, оно уже удалено, к сожалению, что наушники оригинальные, а 800 и даже 1000 рублей, это очень выгодно, потому что новые такие с лайтинг-коннектором стоят 2800 примерно в магазине, ну за 2500 можно найти, а тут 1000 рублей, даже 800 рублей, и я считаю, ну почти ничего не потерял. Я такой, окей, меня она сказала, что мне подъехать нужно на автостанцию, довольно-таки далеко находящуюся от того места, где я нахожусь, в общем-то, на краю города. Мы договорились с ней, что вконтакте спишемся, девочка дала мне свой вконтакт, она, скажу вам честно, она очень красивая, ну не очень красивая, она симпатичная, сударыня, а ей, по-моему, 17 лет, то есть на 2 года, получается, я ее старше, миловидная, красивая, вот тут фотографии даже есть красивая брюнетка, блондинка, шатенка, я не знаю, заморская красавица, другими словами, все фотографии красивые, тут она с шариками, тут она еще, значит, чем-то стоит, ну в общем, нормальная такая красивая девочка, я подумал, ну не обманет она меня точно, потому что наверняка какой-нибудь ее батя или кто-нибудь из семьи купил айфон, а наушники просто остались, и они ими не пользуются, так часто бывают, и говорят, на, вот тебе наушники хотя бы от этого айфона, и она такая, хм, зачем мне наушники, если у меня есть свои, значит, я их просто продам, и так как я не разбираюсь в ценовой политике, я их продам за тысячу рублей, это были мои мысли, я думал, что она так тоже думает, но оказалось, что она гораздо умнее моих мыслей, и продавала их за 800 рублей, какие наушнички, я вам все покажу, не переключайте видео, в общем-то, мы с ней договорились, вконтакте списались, еще я пошутил, думал, попикапил ее, потому что красивая миловидная девочка, думаю, наверное, детям нашим будем рассказывать, как мы встретились, что случайно она мне продавала наушники, наушники были замечательные, мы ходили потом долго-долго, еще встречались и так далее, но не тут-то было, в общем-то, я прихожу, во-первых, было холодно очень, на улице мы встретились, да, она назначила встречу на улице, это первый пунктик, то есть все делается в спешке, она плюс еще опоздала, я еще спешил на пару, потому что у меня были пары, потом она была в отличном таком комбинезоне, в куртке, вернее, не разбираюсь, в баллоневой курточке такой, пришла FIFA с наушниками в руках, они были, вы знаете, эпплские наушники в упаковке, в такой картонной, они были заклеены скотчем, она говорила, что она ими не пользовалась, но просто их распаковывала, чтобы потом опять запаковать, не понимая логику, но тем не менее, запаковала, в общем, все, дала мне вот этот блистер, то есть были вот эти самые наушники, они были вот так запакованы, и я только подумал, блин, ну не знаю, как это сейчас открывается, стрёмно их, наверное. Я спрашиваю, это оригинал, верно? Она говорит, да, протестируйте, я могу протестировать это на улице, а значит, она не боится того, что я скажу, что эти наушники фейковые, потому что фейковые наушники легко определяются по качеству звука буквально в несколько касаний к моим ушам, и все, я подумал, уже раз она уверена, готова, чтобы я это проверял, я думаю, ну не буду же я это сейчас распаковывать при ней, и типа что-то делать, я говорю, хорошо, ладно, я верю тебе, давай я тебе скину деньги, скинул ей 800 рублей на карту, потому что не было налички, она говорит, на карту мне даже удобнее, и все, без проблем, с телефоном транзакцию произвели, мы с ней попрощались, я уже иду к автобусу в надежде наконец-то послушать музыку, потому что я неделю был без наушников, а никаких других наушников у меня дома нет, кроме больших, сониковских, вот эти наушники, вот. Ну с ними ходить, ну с ними я как дебил просто выгляжу, я и так не совсем красавчик, а с ними я вообще был бы очень странным, поэтому я, ну типа неудобно с ними ходить, когда у тебя капюшон, там все остальное, вот, и я уже их распаковываю в автобусе, все спокойно, думаю, сейчас я наслажусь, и вот это первое ощущение, когда ты достаешь наушники и понимаешь, что что-то здесь не так, именно исключительно по тактильным ощущениям, потому что я не забыл, какие были тактильные ощущения у моих оригинальных вот этих AirPods'ов. Пластик, там тоже был пластик, но это пластик, который в разы дешевле, то есть вот прямо даже неприятно его трогать, ничего такого, но какой-то дискомфорт я ощущал, не знаю почему, как-то я это чувствовал, плюс я еще понажимал на кнопочку, послушайте, как громко она нажимается, ну я думаю, наверное, новые наушники просто, потому что моя кнопка нажималась почти беззвучно, с небольшим кликом, здесь же этот клик слышен, ну, очень громко, мне кажется, вы даже его слышите, хотя петличка здесь, но тем не менее, громкий клик. Делаю я вот так, чтобы можно было удобно воткнуть в телефон наушники, делаю втык, так называемый, и что я имею? Открываю приложение музыка, я исключительно в Apple музыке слушаю, контактным больше не пользуюсь вообще, потому что смысл пользоваться пиратским сервисом, который еще и ограничивает время прослушивания музыки, запрещает мне скачивать всякие кэши и так далее. Надеваю наушники, вот они стандартные такие, и включаю песню, как Шлинтала Артура Пирожкова. Они просто не работают, то есть... То есть Артур Пирожков у меня заиграл, можно сказать, на весь автобус. Если не смешной, не бритый, не пьяный... Я думаю, странный звук. Начал я уже подпевать про себя, но понял, что эти наушники просто не работают. Вернее, как? Я повтыкал несколько раз, и буквально в пятый раз втыка у меня получилось сделать так... Может, сейчас получится. Я когда сейчас только что пробовал, у меня получилось, чтобы музыка заиграла в наушниках. И вы знаете, лучше бы она не играла в этих чертовых наушниках вообще, потому что то звук, который я услышал, это было просто что-то с чем-то. У меня кровь из ушей пошла, и наушники почти окрасились в красный цвет. Это звук без вообще низких частот, без басов, какие там басы. Это просто хрипения непонятные, от которых в мозгу что-то происходит тоже непонятное. Я сразу это выткнул просто, потому что это слушать невозможно. Я знаю, что есть много китайских наушников, которые реально делают, и даже подделок, которые реально делают нормный звук. Они стоят своих денег, за которые я заплатил, и было бы не так обидно, если бы по качеству они, ну, чуть-чуть уступали оригиналам. Но в данном случае вот эти наушники, я вам не знаю, как это описать. Хоть я и не меломан, и в принципе особо, ну, не вижу разницы, ну, хотя вижу между дорогими и средними наушниками. Но вот здесь просто, мне кажется, любой человек, даже который всю свою жизнь ходил с наушниками, которые он украл в Сапсане, даже наушники в Сапсане, которые раздают, и в стрижах в поездах, они по качеству лучше, чем вот это говно, которое заточено, в белый цвет покрашено под оригинальные эпловские наушники. И проданы были мне как раз-таки под этим предлогом. Причем они выглядят-то, если их не трогать, точно так же, как и оригиналы. Здесь даже Lightning Connector есть. Я никогда не думал, что Lightning Connector можно вообще подделывать. Так, оказывается, можно. И вот когда вы подключаете это в телефон, он, если бы его перезагрузить, по-моему, и снова включить, он будет воспроизводить музыку. Но в данном случае он просто показывает запись о том, что эти наушники, ну, типа, неоригинальные, то, что телефон не может это устройство определить, потому что оно, типа, неоригинальное и поддельное. И вы видели бы мое лицо, когда я перся просто в другой конец города, мерз, пропустил пару важную, из-за которой мне потом пришлось отчитываться, ради того, чтобы отдать 800 рублей девке, миловидной, красивой, сударыне, заморской красавице, пускай даже, которая, ну, была весьма бдительная. Ее посты о том, что они оригинальные, ее... И вот, когда я понимаю, что я просто лоханулся, хотя я мог этого всего избежать, если бы я просто не поленился и был человеком недоверчивым к людям. Вот так всегда доверяешь ты людям, а это какая-то мелкая сопля 17-летняя. Ну, 17 лет, это не мелкая, кстати. Но все равно, в отличие от меня, я уже мужчина в самом расцвете сил. Мне 19 лет, скоро 20 уже будет. Я все, я взрослый мужчина. И я не смог... Я человек, который разбирается в гаджетах, я человек, который, в принципе, понимает, что в интернете могут обманывать. И я вот так тупо, пускай даже 800 рублей, вроде бы, казалось и копейки, но все равно это обидно, потому что я не получил даже фейковые наушники, даже хоть какие-нибудь наушники. Я просто получил дешевку, которая даже не воспроизводит музыку. Хотя, хорошо, что она не воспроизводит музыку, потому что один раз она ее воспроизвела, как я вам рассказывал, это была кровь из ушей, и просто в мозгу непонятные у меня были движения. И, в принципе, можно было бы эту девочку оправдать тем, что она, наверное, эти наушники сама не разбирается, что они там оригинальные, но я понял, что она просто барыга. То есть она уже в свои 17 лет барыжит просто всяким говном, зарабатывает деньги с таких лохов, как я. Я открыл ее профиль на Юле, у нее здесь 4 проданных, значит, объявления, но до этого было гораздо больше. Она всякие продавала часы, писала, что это Apple Watch. То есть это такие за полторы тысячи рублей, вот это китайское говно. Сейчас она продает, видите, Game Boy за 500 рублей. Я всю жизнь мечтал в детстве о такой штуке, типа игровая приставка. Наверное, она сейчас стоит 500 рублей. Не знаю, оригинально она, не оригинально. PlayStation Portable. Это вообще моя мечта от детства, когда диск туда засовываешь, и можно играть в игры. Тоже такой обман произошел. Чехол, ладно, чехол это чехол. Посмотрите, что еще тут интересно. iPhone. Зачем я вам это показываю? Могу скрины предоставить, я умею монтировать видео. Я уже разлучился, просто давно ролики не снимал. iPhone 6s плюс муляж за 500 рублей. Можно на запчасти, все внутренности, можно вынуть камеру и вставить на свой. Но нет аккумулятора, небольшой скол на стекле, в подарок чехол. Вообще я не понимаю, что это такое. Марка Apple, операционная система Android, диагональ экрана 5.5, с утройной памяти 30 гигабайта. Непонятно, что это такое за 500 рублей, она вообще продала. Объявление не числится как проданное. То есть такая, знаете, как бы, ну вот, наверное, большинство попадались на ее уловки. Она вот по чуть-чуть, по 500, по 1000 рублей. Где она это все барыжит, где она это все берет, мне дико интересно, я не знаю. Я ей не писал после этого случая, типа, ты меня обманула, потому что деньги уже никак не вернуть. Связываться с ней смысла нет. К тому же я и сам не заблагорассудился заранее проверить при встрече, хотя она даже мне об этом писала, качество наушников. Я просто подумал, что это хорошие наушники. Я просто ушел, потому что спешил. И все. Она ушла, у нее на карточке мои 800 рублей. Ей хорошо, замечательно. Она пошла на эти 800 рублей, купила еще какое-нибудь говно за 100 и продала его за 500. Девочка, хороший бизнес, я смотрю. Напишите в комментарии. Вот два варианта ответа. Эта девочка молодец тем, что она обманула меня и тем, что сделает в меня лох, хотя... Или она мразь. Мразь или молодец. Просто одно слово в комментариях. И я буду знать примерно вердикт. На этом все. Скоро много новых интересных видео. Я прилетел из Португалии, и я еще не могу акклиматизироваться, поэтому я буду стараться делать видео очень часто сейчас. К тому же у меня чемодан очень разобран. Не знаю, к чему я это сказал. Подписывайся на мой телеграм-канал. Там вся свежая информация. Только там теперь. Телеграм-канал. Наше все. Попричи, ссылка в описании. На мой инстаграм тоже подписывайтесь. Обязательно на канал тоже подпишитесь. Здесь проходят стримы, вы их пропускаете. На стримах 20 человек. Но это история. Я рассказывал, кстати, на стримах, но не так подробно, как сейчас. Но стрим никто не смотрит, и можно, знаете, перейти стрим, перейти видео, и вы все равно будете разным аудиторией это смотреть. Удобно? Ну нет. Лучше ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и пишите в комментариях, мразь или молодец. С вами был Адин. До новых встреч. Я без наушников.